Володя допоздна работает и сегодня вообще приедет мега поздно, поэтому мы пойдем с Дамиром Владимировичем на шоппинг завтра вдвоем. Вот, и это, конечно, будет мега сложно для меня, потому что я привыкла выбирать вещи с Володей, что лучше, что больше идет, что красивее. И как-то у меня глаз вот так вот, оп, так быстро не падает на вещи, как это происходит у Володи, вот он посмотрел, класс, все, то есть он быстро из кучи вещей может кинуть взгляд на какую-то клевую шмотку, как-то у него этот процесс идет быстрее. Вот мы заходим с ним, куча кроссов, куча там всяких босоножек и прочего, мне нужны были легкие кроссовки на лето и мне хотелось, чтобы подошва была не белая, а черная. Вот, и если я, ну просто я не ношу босоножки и все такое летом на улицу, не люблю вот эту грязь с улицы на ноги себе, фу. Омерзительная история, раньше я ходила в открытые обуви и когда стала носить кроссовки какие-то легкие, моксины на лето, сразу поняла, типа, а что так можно было, почему я не пришла к этому раньше, понятия не имею. Ой, господи, спасибо. И, в общем, вот такая история и, не, ничего, в общем, вот такая история и у Володи как-то вот он заходит в магазин, все, раз, 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 все, он все увидел, что ему интересно, что классно там, вот. Вот, и покупает, все, померили, купили. У меня так не происходит, он может классную шмотку найти и в такой горе вещей просто. Мы когда ездили в эконом плюс, например, там вещи развешаны, ну просто вот прям конкретно друг дружке вот так вот сжато. И он мог увидеть там какой-то маленький кусочек ткани и такой, оп, вытащил, ааа, классная какая вещь, все. То есть у него гораздо проще с выбором вещей. В фэмили шопе, конечно, вещей гораздо меньше, вот, они стоят в 2-3 раза дороже, но там реально классные шмотки. Там, конечно, особо париться с выбором не нужно, вот. В общем, вот как-то так. Поэтому мне придется пойти на шопинг завтра с Дамиром вдвоем. Потом мы с ним пойдем на фотосессию в школу, а потом мы пойдем на 13.30 к педиатру. Вот так вот. Проходил в школу пару недель и опять заболел, к сожалению. Договор по английскому нам так и не дали. Но в среду уже не стоит рассчитывать, что его дадут, потому что Дамира просто не будет в среду. Я уже не стала об этом напоминать, что вот вы нам не выдали договор. Я напоминала в прошлый раз об этом. Сейчас пока не стала напоминать, вот, но Дамир выйдет с больничного. Я, наверное, напомню. Походит на 1-2 занятия, я напомню, что... Ну, как бы я не понимаю, ну, блин, ну, это же ваша школа. Мне же вам платить деньги за учебу. А я переживаю, что я не знаю, куда мне надо заплатить. Мне нужен расчетный счет ваш. Я не понимаю этого. То есть я переживаю за то, что я заплатила вам за учебники, ребенок ходит на занятия, а я не могу оплатить учебу, потому что вы не кладете договор. Нам нельзя ходить в школу, заходить в школу родителям. Я могу зайти только вот... Зашла в холл, все, и вот... Не дальше, чем охранник сидит. Вот, все. Если ребенка надо вывезти, это нужно сообщить учителю, и он выведет его. Родители не могут заходить в школу, ходить по ней, доводить до класса детей, как это было у нас в нашем детстве. Нет. Эта система здесь не работает. И из-за головной боли у меня, честно говоря, постоянно я начинаю какую-то мысль, и все, и она моментально теряется, пока я ее успею договорить. Потому что башка уже не соображает после таких головных болей, частых. Вот. Значит... К чему я-то, господи... Да, нельзя нам заходить в школу, но к чему я-то говорила, я не помню. Вот. А, все, вспомнила. И поэтому мы договаривались, что учитель положит в книжку Дамиру два договора. Один для меня, я его заполню, оставлю дома, а второй договор будет у них. В том договоре, который будет у меня, я посмотрю расчетный счет. Ну, он одинаковый, и в том, и в том случае. Ну, так вот, я достану дома договор, посмотрю расчетный счет и перечислю им деньги за учебу. Я не могу этого сделать, потому что Дамир уже посетил два занятия, но договора до сих пор нет. То есть, он должен пойти на третье занятие, а договора нет. Я переживала, что мне сказали, нужно оплачивать учебу до 10-го числа каждого месяца. Я сказала, что я, скорее всего, смогу заплатить после 12-го числа. Вот. Мне сказали, ничего страшного, все нормально. Вот, то есть, учебники мы оплатили сразу, а за учебу я сказала, что после 12-го смогу заплатить. То есть, сказали, ничего страшного, все в порядке. Но при этом они не кладут договор. То есть так обязательно заплатить до 10-го числа, но при этом у меня до сих пор нет договора. Я понимаю, что по запарке можно забыть, но блин, я же об этом писала, когда вы не положили в среду договор. Я написала, положите, пожалуйста, в пятницу договор, мы же списывались об этом. Я, когда какие-то моменты возникают, я сразу пишу себе в ежедневник, что мне нужно сделать. Я сразу записываю, что мне, какие у меня дела, что мне надо сделать, когда мне, чего мне. Вот у меня на завтра шопинг, фотосессия, педиатр. Все, у меня это все записано. Что, в какое время мы будем делать. Вот. Помимо этого, какие-то дела, которые не срочные. О, так у меня. А теперь у меня срочное сообщение. Все. Мы, значит, с Дамиром пообедали. Сейчас он будет отдыхать. Потом, когда мы получим домашнее задание, он сядет, сделает домашки. Будем лечиться, продолжать. Буду готовить ужин. Ну, что буду готовить уже рассказывала. Фотки в Инстаграме, как всегда. Все. С удовольствием смотрю сейчас Алекса Люсика. Сейчас вот буду смотреть. Вот это же Юлию Боярову. Кузьму с Юликом буду смотреть. Вот. И приятного Альдара буду смотреть. Что там мне так интересно, блин? Как новое открытие какое-то. Новиночки в мире Ютуба для меня. Ну, на Алекса Люсика я давно уже подписан. А Кузьме с Юликом просто знаю давно. Мало роликов их смотрела. Вот. Поэтому буду смотреть. Мне так интересно. И вы знаете, самое прикольное, то, что на самом деле я такие шоу давным-давно не смотрю. Беременна 16 меня заинтересовало, потому что все об этом шоу сейчас говорят, и я начала смотреть. А вот эти шоу, типа каких-то разоблачений, каких-то сериалов, драм, каких-то вот таких, типа сериальчиков на канале домашнем, да, такие вот прям конкретно для пенсионерок или там для таких вот сумасшедших домохозяек 45 Баба Ягодка опять, вот, знаете, в таком духе. И самое интересное, что такие сериалы я раньше смотрела, реально, по телеку. Там, например, когда собиралась на работу, могла включить канал домашний, или когда оставалась одна, мне было там грустно, и я какую-то такую хрень под ужин смотрела, вот. А я уже давно такое, и в детстве я смотрела, потому что особо смотреть было нечего, кроме этого, вот. Все каналы пестрили таким. И я уже давным-давно такое не смотрю, и для меня очень странно, когда, ну, типа мужчина, там, да, вот Алекс Люсик, например, да, мужчина, как бы, да, ему 25 лет, и он смотрит такие передачи и скидывает на Ютуб реакции на эти передачи. Это с одной стороны как-то странно, а с другой стороны это какая-то некая фишка, это так интересно, это так прикольно сразу, вот. Как-то это неординарно, это нестандартно, это не, это круче, чем макияж от мужчин, вот. Хотя макияж у мужчин меня давно не впечатляет. Андрей Петров мне, ну, просто он мне не нравится, он мне неприятен внешне, вот. И, как бы, и по характеру он мне неприятен. Я пыталась его смотреть, но его завышенная самооценка, я не могу, она не дает покоя. Она не дает спокойно сидеть, смотреть его видео. Чересчур у него завышенная самооценка, чересчур он много мнит о себе, и мне совершенно не нравится его макияж. Хоть сколько угодно можно говорить о том, что он визажист, он экспериментирует, он пробует. Но когда человек рисует вот такие огромные клоунские губы, помимо того, что они у него накачаны, и рисует вот здесь, не просто, да, румянец, а рисует просто вот такая вот одна полоска, вторая полоска, как какой-то окрас у индейцев, я не знаю, или там у болельщиков какого-то клуба, когда они вот тут себя, правда, рисуют, да. А у него вот так, просто какие-то полоски, тут яркое пятно, тут яркие пятна, тут какие-то пятна, тут еще брови, куча хайлайтера, вот это его лицо огромное, как у рыбы, как вот вытянутое непонятное. Хорошо, Мирчик, хорошо, да, Мир, я сейчас подойду. Так вот, мне он страшно неприятен, и, ну, мне было интересно смотреть долгое время на Егора Андрюшина. Мне даже было интересно смотреть его и как и в макияже, у него очень классный голос, кстати. Я когда-то наткнулась на видео, где он пел, это было невероятно, у него классный голос, это было в Инстаграме, я даже себе сохранила этот, как он пел, эту запись, этот пост. И также мне очень интересно было смотреть на него, как он ездил по салону. Мне совершенно не понравились подобного плана видео у Алены Погребняк, потому что, ну, и так уже много кто снимает, и для меня первооткрывателем таких видео стал Егор Андрюшин. Я знаю, что он не единственный так делает, я знаю, что... Я потом наткнулась еще и на этого, или наоборот было, нет, по-моему, даже было наоборот. По-моему, я сначала наткнулась на Андрея Петрова, когда он ездил проверять салоны, да, а потом я наткнулась на Егора Андрюшина. Егор Андрюшин это единственный человек, который мне нравится в данном плане, который вот ездит и проверяет салоны. Вот именно от него это интересно. У Андрея Петрова это слишком, слишком пафосно все было, вот. Слишком пафосно, слишком напыщено. у Алены Погребняк ну не интересно, мне кажется это не ее, но не мне об этом судить, пусть человек занимается тем что ей нравится, чем ей хочется заниматься и так далее и вся история в том что, также мне очень интересно было смотреть, когда Егор Андрюшин общался с Антоном Месс их совместные видео, их совместные стримы, вот в особенности мне нравится, когда Егор Андрюшин употребляет какие-то украинские слаг когда он говорит на украинском, говорит с украинским акцентом мне также было приятно знать что мой земляк украинец но тем не менее, в последнее время мне кажется, что он себя то ли исчерпал, то ли у него пропал этот энтузиазм, эта творческая жилка то ли возможно у него как творческое выгорание какое-то, я не знаю, возможно возможно он немножечко подустал от ютуба, от всей этой творческой ютубной, блогерской какой-то деятельности, я не знаю но мне как-то стало неинтересно его смотреть вот в особенности все эти макияжи и все остальное мне интереснее его смотреть когда он без макияжа в обычных шмотках такой симпатичный мальчик-одуванчик вот это самое и мне совершенно совершенно не нравятся вот эти вот макияжи его эти его переодевания это вот все транс трависти бла-бла-бла и так далее вот совершенно мне это не нравится и мне кажется, что ему нужно сделать перерыв ему нужно передохнуть ему нужен какое-то вдохновение глоток я не знаю свободы и так далее мне кажется, что он себя исчерпал ну это это мое мнение лично вот все я погнала погнала отдыхать а потом готовить ужин как я уже сказала и все все, что я уже сказала 350 раз я уже сказала